20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента страны. Свои заявки на пост подали 12 кандидатов, однако только 6 лиц соответствуют всем требованиям. Ранее представитель ЦИК с командой посетила ряд избирательных участков в разных районах области. Были отмечены проблемные вопросы прошедшего референдума. Для дальнейшего их исключения на предстоящих выборах. Жалобы обращений избирателей также были выслушаны. Сегодняшний семинар совещания достигает той цели, что согласно закону конституционного о выборах у местных исполнительных органов, у государственных органов, у участковых территориальных комиссий есть свои полномочия, есть свои права, обязанности, ответственность, которые в совокупности и дают ту подготовку большой страновой компании. По Акмолинскому региону, в принципе, особых замечаний, каких-то моментов не нарушения выборного законодательства мы никогда не наблюдали. Уровень организации подготовки и проведения выборной кампании соответствует законодательству. Однако выборные законы совершенствуются, наблюдаются нововведения. Возвращается смешанная система, мажоритарная и пропорциональная. Усиливается ответственность ряда участников процесса. В области у нас проведена уже работа по исключению из списка двойников. Это буквально было последнее совещание на уровне администрации президента, где проводил Малекин Спайдж, замруководителя администрации. Были даны соответствующие поручения. Сегодня регионные области уже приступили к печати списков избирателей. Завтра будут списки уже переданы по акту на 693 избирательных участка в бумажном виде, в территориальной комиссии, в электронном виде. В целях повышения электоральной активности граждан в каждом регионе у нас в области созданы колл-центры. Каждый гражданин имеет право отдать свой голос. Стоит отметить, в области создаются условия для лиц с ограниченными возможностями. На сегодняшний день 651 избирательный участок внесен в интерактивную карту доступности. Более 90% участков полностью адаптированы для лиц с особыми потребностями. В день выборов будут работать инватакси. Гражданам, которые хотят проголосовать, но не могут выехать на участки, предоставляют урны и бланки на дом.